Свободно, потому что, может быть, на самом деле, в Эстонии нет проблем занятой с парковкой, потому что она всегда может приехать и где-то запарковаться, не исключено. То есть, в принципе, в области вот именно транспорта и данных достаточно много делается во многих странах, там, в России не исключение, там, подробная статистика, допустим, ГИБДД, когда публикуется не просто общая информация, а карточка каждого ДТП, каждого происшествия. Вот на основе, допустим, такого, естественно, без фамилий и номеров машин, потому что это персональные данные, на основе этого можно делать различную аналитику. Например, в основном, журналисты делают различную интерактивную аналитику на основе данных, опубликованных полицией. То есть, допустим, вот аварии леворульных и праворульных автомобилей, поскольку в России есть и те, и те, разрешено видно, что чем ближе к Японии, тем больше, соответственно, праворульных машин. Ну и так далее. То есть, публикация подробных данных, а не статистически, тоже очень важна. Ну, то есть, допустим, все ДТП на карте. Пробки, ситуация там с пробками, ситуация по загруженности дорог. Создается большое количество каких-то альтернативных сервисов, когда, допустим, у нас есть такое понятие, как маршрутка. У вас же нет такого понятия? Нет. Соответственно, маршрутки, это тоже общественный транспорт, но они отсутствуют в общей системе, так сказать, общественного. И вот люди сами наносят маршруты, расписание, то есть, как уже появляется гражданская такая активность. Очень полезные инструменты для тех, кто хочет работать с открытыми данными, это OpenRefine, который мы постоянно используем в самом работе. Визуализация с помощью различных сервисов, возможность создания интерактивных карт, извлечения данных. То есть, например, мы часто проводим для журналистов, для гражданских активистов, воркшопы по работе с этими сервисами, чтобы они могли, имея данные, с ними что-то сделать. Собственно говоря, некоторые законы, которые у нас тоже обликованы. Последний слайд был такой у Томаса Джефферсона, фраза «Информация – это валюта демократии». Я ее переделал и говорю, что данные – это валюта демократии, мне кажется, это очень важно. Я на этом закончу, мне на самом деле уже надо бежать, готов ответить на вопросы. Мне это было очень интересно, спасибо. Я как раз преподаватель программирования, тема для дипломных студентов сразу буду активно использовать. Это было важно для меня, спасибо. По поводу парковок в Таллине. Я не живу в Таллине, поэтому точно не знаю, какие там приложения могут быть, но я слышал про приложение «баркинг», от слова «барк» «гавкать» на английском. Это было очень интересно, но это было очень интересно. Ты знаешь, что ты примерно? Ты знаешь эту объяснение? Да, но я не знаю, что данные, где они получают. Хорошо, спасибо. А в Таллине, из-за того, что в самом центре там достаточно дорого стоит паркинг, в принципе, везде практически место есть. Я часто езжу в Таллине. Я часто езжу, но в последнее время мне лень туда ездить на машину. Потому что неудобно просто с машиной. Я в Таллине паркуюсь, но, соответственно, там везде платные парковки, и там удобно, там с мобильником сразу легко заплатить это с СМС. Соответственно, просто выбираешь. В основном там получается где-то 2-3 евро в час. Ну, вот у меня, например, из кейса. То есть, вот и я как? Ну, то есть, на самом деле водители, конечно, не хотят платить за парковку, но не хотят нарушать правила. Соответственно, хорошо бы знать, где, допустим, есть некоторые места пограничные. То есть, не самый центр, а рядом, где, во-первых, парковка дешевле. И, допустим, я знаю несколько мест около старого города, куда я приезжаю после 7 часов. Это вот эта вот следующая зона, я забыл, как она называется. Она тоже платная, но просто есть Судолин и Гесклин. Вот это самые дорогие, там нет бесплатного времени. А следующая зона... Я забыл, как она называется. Там, наверное, нет названия. Там есть название? Нет, там, молодой человек, там немножко другая вещь. Там есть зоны города, где муниципалитет просто берет деньги за то, что машина стоит, да? А у нас есть еще в Таллине очень много европарков. Частный, я знаю. Вот, и вот этот европарк, он частный, да? Но они зато намного дешевле. Если вы хотите вот машину бросить, чтобы она не дешевле... Я знаю, что там европарк, но там нет бесплатного времени. То есть, я, например... Ну, там оно почти дешево. Хорошо. Ну, фактически, получается, что большие парковки возле торговых центров, это единственный вариант, по сути, получается. Они тоже бесплатные. У них есть бесплатное время. Но они не около старого города. Ну, то есть, если, допустим, есть такой потребитель, как я, который хочется экономить на парковках, наверняка кто-то тоже, может быть, об этом задумывается. Может быть, я не знаю. Нет, это хорошая идея, я не знаю. То видеть... То есть, иногда вот, допустим... В принципе, проблем с парковкой в тайме не было никогда. Поэтому мне сложно, как бы, спрос предугадать. Но я, опять же, для себя определил какое-то количество мест, где я знаю, что обычно там свободно и, допустим, я приезжаю, я две минуты иду, я в старом городе, но я не плачу за парковку. Соответственно, это удобно. Но там же недолго, чтобы так ненадолго приехали. Там бесплатное время обычно какое-то. Нет, я хочу погулять и приехал на несколько часов. Ну, так а как же бесплатно? Так после семи. А, в смысле, вечером? И рядом. Или в субботу, там, после трех. То есть, именно, как бы, там, локация. Нет, просто я приезжаю за много делам, поэтому для меня это так не бывает. Окей, в общем, на сайте Баркинг сейчас тут открыл. И тут можно хронировать местные на парковке. Например, наилучшие цены... Я не рекламирую эту... Просто я не рекламирую. Есть еще форум, который торгует центр, да, около старого города, правильно? Да, да. И вот там есть парковка, которая один час действует. Бесплатно. Да. И, возможно, таких мест просто много. Потому что... И вот я, допустим, знаю, что там один час бесплатно. Я могу пойти погулять, допустим, если там какое-то дело приехал. И это очень... Это самый центр. Ну, это маленький кусочек. Буквально два шага от него будет Риме. Возле Барша. Там точно так же. Вот. И таких мест, наверняка, много. И было бы интересно их собрать на карте. И, собственно говоря, ориентируясь на них, тогда можно нормально пару евро сэкономить на парковке. Да. Ну, на самом деле, опять же, паркинг – это одна из таких... Все города имеют приложения парковочные. Это... И вот страцпортных данных – это одна из таких востребованных тем. А в Сан-Франциско есть куча вообще приложений, которые все что угодно тебе позволяют экономить, я не знаю, вплоть до времени. Потому что там как бы от времени может зависеть, от загруженности. то есть там цена реал-тайм меняется. Соответственно, идей может быть очень много. Главное – были бы в открытом доступе государственных сервисов. Это хорошо, да. Вот. Еще есть какие-то вопросы? Если нет, тогда вы меня отпустите. Да, да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Возможно, это технически такое. Вот вы эту трансляцию ведете, вы ее...